ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 В прошлом году километр был, да? Юрий, вы участвовали, да, непосредственно? Он участвовал, как раз таки, он главный судья соревнований был, он засуществлял хронометраж, да, то есть с цифрами он лучше знаком. Профессионалы и любители? Да, профессионалы и любители, они проходят дистанцию за разное время. Профессионалы проходят порядка 15-18 минут, вот эту дистанцию. 15 минут километров? Нет, полтора километра. А любители порядка 22-24, и это, конечно, время прохождения зависит от экипировки, то есть если спортсмен в гидрокостюме плывет, это позволяет более быстрее проходить плаву. Профессионалы, это спортсмены, скорее всего, в гидрокостюме? В прошлом году мы отменяли гидрокостюмы, потому что температура воды в водоеме была порядка 25 градусов. Жарко было, да, было жарко, поэтому... 23 июля, да, в прошлом году проходил? Да, 23 июля. В прошлом году какое лето было? В этом году мы же надеемся, что 15 числа будет такое же, как в прошлом. Вот, и любители проходили порядка 25-30 минут, то есть лимит времени на дистанцию для любителей 1 час, ну и профессионалов тоже. То есть 1 час... То есть надо уложиться в 1 час? Надо уложиться в 1 час, и иначе уже тебя просто там расставляли. Да, иначе спортсмен снимается с дистанции и доводится до места финиша. Плыть можно как угодно, лишь бы уложиться вот как раз таки. Да, любым способом, без применения каких-то дополнительных плавательных средств. То есть без весел. Без весел, без ласта, без винта. Без винта, да. А были в прошлом году, кстати, те, кто не смог преодолеть вот эту водную дистанцию? Нет, в прошлом году вообще не было сходов на всех этапах. Ни на каком этапе, да? Были участники, которые 1 час 58-30 даже проходили. Вписывались все-таки, да? Писывались в лимиты. На ленточке уже буквально. Да, 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 да. И уже выходили на беговой этап. То есть от беговой этапа уже более удачно проходили. То есть все зависит от подготовки в той или иной дисциплине. То есть у кого-то сильная сторона в бегу, у кого-то в велоспорте, у кого-то в плавании. А сколько еще раз давайте напомним? Старт в 12 часов. А регистрация будет со скольки? Регистрация будет в пятницу 14-го числа с 12 дня до 8 вечера. То есть весь день? Да, весь день. И в день старта с 9 утра до, собственно, до старта. До старта. То есть времени достаточно вполне для регистрации. Известные спортсмены приедут, которые уже в воду будут окунаться. Можем анонсировать кто? Из известных спортсменов мы, наверное, можем анонсировать только нашу чемпионку в России на длинной дистанции Марину Белозерцу. Это самая известная из всех. Ну, плюс она представитель нашей области. В этом году у нее очень успешно она выступает и занимает призовые места на серьезных дистанциях. И кросс-триатлоне на чемпионате России, и на чемпионате России по длинной дистанции, который недавно прошел в Бронице. Ну, в общем-то, для нас это самое известное. И мы гордимся, что у нас такая же спортсменка есть, выросла и участвует в триатлонных стартах. А по остальным пока точно сказать невозможно еще? По остальным пока нет. То есть уже ближе к регистрации, да? По большому счету мы элитных спортсменов особо и не ждем. Мы ждем большое количество любителей, новичков, кто впервые хочет попробовать себя в этом интересном виде спорта. Потому что финиш на триатлонной дистанции, это ни с чем не сравнимый финиш. То есть ни лыжи, ни бег, ни плавание в отдельности не дают такого драйва, такого эффекта, такого выплеска эмоций, как пересечение финишной черты на любой триатлонной дистанции. Кто один раз проходит, тот уже этот эффект вау никогда в жизни не забывает. Вопрос такой вот для элитных спортсменов. Участие в такого рода этапах, оно значимо или они могут их пропускать, так сказать, готовясь к каким-то более серьезным стартам? Нет, они не могут участвовать все равно во всех стартах. То есть какие-то старты они пропускают, каких-то участвуют. То есть один человек в этом участвует, следующий пропускает, другой спортсмен наоборот пропускает в следующем участвует. На сегодняшний день много ли уже зарегистрировавшихся на сайте? Более 200 человек, около 250. 200-250? Ну а вы по внутренней своей оценке на какую цифру? Ну мы, честно говоря, ожидали больше в этом году, да, но в связи с тем, что нам пришлось перенести время старта, да, то есть мы на неделю сместились. Изначально у нас был 24 июля, да, мы сместились на неделю на 15, из-за этого как бы поток. Почему сместились это как-то? Ну, судя по всему... Но это не вы решаете, да? Да, конечно, то есть это не по нашей прихоти произошло, да, то есть проводится у нас, вы знаете, фестиваль Гренландия, да, то есть мы совпали с ними. То есть два масштабных соревнований, каких-то мероприятий в один день. С сотрудниками полиции, да, сложно обеспечить должный уровень безопасности. И более в разных сенажерах, в конце концерта, да. У нас небольшая пауза сейчас будет, и мы скоро продолжим нашу беседу. Этап Кубка России по триатлону состоится в нашем городе в ближайшую субботу, 15 числа. И мы анонсируем это событие вместе с Андреем Рудиным, исполнительным директором Федерации триатлона нашего региона, и Юрием Корченкиным. Юрий, вице-президент Федерации триатлона Кировской области. Автомобилисты, внимание, если вы еще не поняли, Победиловский тракт будет перекрываться, да? Да, Победиловский тракт будет перекрыт, ориентировочно с 12 до 15 часов в субботу, 15 июля. Вы вот в прошлом году помните, был такой некий шум общественный, что якобы люди были не предупреждены, вот там же очень много садоводческих товарищей и так далее. В этом году эти ошибки учитываются, то есть предупреждения уже расклеены, развешены, сделаны? Да, мы пытаемся всех проинформировать, то есть и по трассе прохождение велоэтапа развешены объявления афиши, да, и в общественном транспорте, в городском и пригородном размещены афиши, будут запущены ролики. И, соответственно, в средствах массовой информации мы анонсируем, как вот у вас сейчас здесь. Ну, я бы не сказал, что в прошлом году был какой-то большой поток шквала негатива, да. Ну, нет, не шквала, шквала не было, конечно. Значительно больше было зрителей, которые поддерживали на трассе, да. Я помню, да, какие противоречивые сообщения были. Ну, были люди недовольны, которые просто не были проинформированы, да. Как бы этот вопрос решен у вас, да? Ну, мы стараемся, да, стараемся учесть. Ну, плюс через соцсети информируете, да? Через соцсети, да, через средства администрации города, администрации области, то есть на их информационных порталах информация размещается. Хорошо, так, мы подробно поговорили про водный этап, далее, да, все-таки уже переходим к велосипедному. К велогонке. В велогонке 40 километров, да, спортсмены выходят из воды, на берегу организована транзитная зона, где они снимают свои плавательные принадлежности, у кого есть гидрокостюмы, шапочки, очки оставляют. Дальше берут свои велосипеды, садятся и едут 40 километров по дороге Стрижекиров. Дорогу посмотрели уже? Дорогу посмотрели, и, к сожалению, есть пара участков, которые не в очень хорошем состоянии. То есть немножко такой элементы триала возникают, да? Ну, возможно, проехать, то есть такие... Так, чуть-чуть фигурного воздения, элементы фигурного воздения. Легкие неровности, скажем так, да. Ну, так, в принципе, пригодная трасса вполне, да? Ну, да, да. Хотя в прошлом году была получше, честно говоря. Получше? То есть не ремонтировалась? Да, в этом году, похоже, не ремонтировалась. В этом году там кому-то не было еще точно, не сообщали ничего. Юрий, тут какие особенности? Вот как раз в этой транзитной зоне, пересаживание на велосипеды? Как это все должно проходить с точки зрения правил? Правила, я думаю, что здесь ничего такого экстраординарного нет. То есть все вышли, сели на велосипед и поехали в сторону Кирова. Уникальность нашего старта заключается в том, что у нас две транзитные зоны. Они разнесены на 40 километров примерно. Таких стартов в мире проводятся единицы. Ну, вот из всех известных это в Россию наш старт, и это старт в Германии. То есть, когда ты стартуешь в одном месте, а финишируешь совершенно в другом. В этом интерес и в этом уникальность. То есть не нужно крутить круги по дистанции. Можно сесть и выехать в одну точку. Это на самом деле и зрелищно. То есть люди, которые живут вдоль трассы, могут посмотреть на гонку, на велогонку. Это интересно с точки зрения участника, потому что ты действительно стартуешь в одном месте, финишируешь в другом. Да и ехать в селе, пересаж меняется, не все одно и то же. Совершенно верно. Плюс финишируя на велоэтапе в центре города, это вообще что-то с чем-то. Надо сказать, что вообще триатлонов, которые финишируют в городе, в России не так много. Это уникальная возможность. В Европе, на самом деле, их достаточно много. И приходит огромное количество зрителей, участников. Там по несколько тысяч, как вы знаете, принимают участие спортсменов. И в России это, наверное, Казань, Киров, был еще Санкт-Петербург. В Сочи, по-моему, еще говорили. В Сочи, в Ладзере, да, проходит старт. Но в России это только два старта, действительно, уникальных старта. И можно сказать, что это классная возможность для всех участников и зрителей прикоснуться к такому виду спорта. Финиш будет опять на Театральной площади? Да, финиш будет на Театральной площади. А спортсменам-то, по большому счету, все равно? По прямой ехать, либо круги наматать? Нет, ну слушайте, до причины, сколько кругов намотать 40 километров? У тебя голова с ума сойдет. Смотри, какой круг выбрать, какой не выбери. Для спортсмена это интересно, да, то есть это необычный формат для них, да. То есть старты, в которых они мотают круги, они везде, повсеместно, регулярно. Они наиболее распространены, да, у нас в России? Да, да, да. Это на вот такой старт, когда вы стартуете в одном месте, финишируете в другом, это большая редкость. И финишировать в центре города, на центральной площади, ну ты же просто знаешь, какой-то такой триумф победителя держаешь, там, безжиданный город. Наши в город вошли, да. Наши в город вошли. Это когда ты вот финишируешь, да, перед тобой стоят болельщики, которые тебя аплодируют, это мурашки по коже, ты бежишь, бросаешь велосипед, бежишь, дополнительные силы появляются, какой-то дополнительный драйв. То есть, примерно по времени уже ждать финиш на театралке, примерно когда получается? Подождите, сколько на велосипедный ты этап отводится? На плавание более часа? У нас три часа плавания плюс велосипед. Два часа? Лимит времени плавания плюс велосипед три часа. То есть, если за три часа велосипедист еще на дистанции. Двенадцать старт, то есть, где-то порядка уже в полтретьего надо здесь сторожить. Нет, на самом деле, лидеры здесь будут менее, чем за полтора часа. Да? То есть, это уже в половине третьего? Пол второго они будут уже здесь. А, пол второго, да. В двенадцать старт, полтора часа, да. Пол второго уже можно собираться на площади встречать. То есть, два с небольшим или даже иногда быстрее двух, да, это финиш всей дистанции. На самом деле, собраться стоит и пораньше, потому что мы планируем организовать трансляцию на экране. На данном здании? Да, да, да. Трансляцию плавательного этапа и выход в первый транзит, и уже движение по дистанции, начало движения по велоэтапу. А кроме трансляции, что-нибудь еще на театральной площади, чтобы люди там не скучали в ожидании? Да, сцена будет установлена у нас, там будут музыкальные коллективы в это время. То есть, культурная программа уже как бы будет, да? Да, да. Нормально, полно. К велосипедистам, к велосипедам непосредственно есть какие-то требования? А бы на каком, наверное, велосипеде нельзя? Да, к велосипедам, конечно, будут требования предъявляться, а судьи будут тщательно проверять экипировку и спортсмена, и велосипеда, главное, чтобы тормоза работали в первую очередь. Моторчик, чтобы не было? Моторчик не было, да. Моторчик трудно довольно спрятать. Ну, нет, это вполне себе возможно. Или есть уже, да? Есть уже. Нет, если электрически, там, да, можно так. А время прохождения элитными спортсменами велоэтапа примерно, ну, элитными подготовленными, 55-час примерно они проходят. 40 километров? Да. 40 километров в час. Со средней, да, около 40. У нас разрешена езда в группе, да, так называемый драфтинг, да, когда спортсмены могут ехать вместе, да, то есть, соответственно, уменьшать аэродинамическое сопротивление. И за счет этого, как бы, скорость увеличивается. А как они, собственно, договариваются об этом? Ну, так и договариваются. А если они вышли из плавания вместе, вместе сели на велосипед, поехали. Но при этом они все равно соревнуются между собой. Да, они соревнуются между собой, но при этом, чтобы те спортсмены, которые сзади их, или чтобы догнать тех, которые впереди, да, они договариваются и, соответственно, идут сменами, меняются. Там, видимо, уже на последнем этапе кто уж хочет совсем-то персональный выскочек. Да, бег он уже расставит всех по своим местам. А вот по тактике, да, интересно, по тактике, давайте вот по велосипедному этапу. Все-таки 40 километров это очень даже нехило на велосипеде. Как обычно спортсмены поступают? Сразу с места рвут. Ну, вообще для триатлона 40 километров это очень небольшая дистанция. Небольшая? Но я с позиции обычного, да, быватель. Понятно, я просто не поеду на 40 километров, поэтому я рассудить не буду. Подготовленные спортсмены, конечно, они в течение часа работают в течение часа примерно с одинаковой мощностью. С равномерно, да, приблизительно. Ну и те спортсмены, те любители, кто стартует впервые, кто только пытается, пробует себя в триатлоне, все равно они как-то рассчитывают свои силы, да, то есть сломя голову, я думаю, что никто не бросается. А новички у вас на особым счету, на особым контроле? Не дай бог, что с ними-то. То есть речь переходит к медицинскому обслуживанию мероприятия? Ну, об этом тоже, да, хотел спросить. Ну, нет, наверное, особого контроля. Да, никакого особого контроля с новичками, потому что их так сразу и не увидишь. На нем не написано. На нем не повяжите, моих специальных не даете. А вообще вот как бы насчет вот этого обеспечения медицинского, мало ли что, где-то все это договоренности есть? Да, конечно, с станцией скорой медицинской помощи у нас договор. То есть дежурить будут, да? Они сопровождают велоэтап, и здесь на площади дежурит экипаж, который встречает здесь спортсменов и сопровождает беговой этап. Так, хорошо, ближе уже к бегу. Где, собственно, транзитная зона-то будет? Где стартанут уже по улицам, чтобы сейчас нам, по улицам областного центра... На театральной площади, да, транзитная зона номер два у нас на театральной площади, то есть спортсмены приезжают сюда на велосипедах. Так, подождите, так, Победиловский тракт, дальше пройдемся по улицам. Какие улицы будут перекрыты? Счерса, Производственная, Московская. Счерса, Производственная, Московская и по Московской, да, они сразу же руливаются на главную площадь города. Их тоже будут перекрывать, да? Да, да. Ну тут перекрытие будет, так скажем, точным, да? То есть будут пропускать там автомобили, которые пересекают эти улицы, да, это возможно будет. Потому что к концу велоэтапа спортсмены все равно растянутся, и промежутки между ними будут. И как показывает практика прошлого года сотрудники ГИБДД... То есть можно координировать, собственно. Да, достаточно к этому лояльно. Гибко относятся, понятно, все уже. Иначе побегут, они с театралки. Из театральной площади по улице Московской, Володарского, Спасская, Дериндяева. Московская, Дериндяева, Спасская, Володарского. Тоже, соответственно, перекрытие будет. Да. Представление воды спортсменам. Да, пункт питания у нас. А не питание. Чем они питаются? Пункт питания. Ну, кто-то берет с собой питание, несет там гели какие-то, изотонические напитки. У нас на пункте питания традиционно предоставляются вода, кола, изотоник, фрукты. Раз это этап Кубка России, все-таки стоит ожидать каких-то серьезных судей? Еще приезда. Судей, да, будут. Да, Юрий, поясните, пожалуйста. Да, мы ожидаем... От Федерации отряда Луна России? Да, от Федерации отряда Луна России мы ожидаем судей, которые будут у нас стоять на старте плавательного этапа и в втором транзите. Для того, чтобы можно было контролировать правильность входа, выхода из транзита и прохождения дистанции. У нас, собственно говоря, мы не первый год проводим соревнования, поэтому у нас свой какой-то уже мэкграунд есть. И судьи, которые с нами работают там в течение нескольких лет, они достаточно опытные. И все этапы триатлона они смогут обслужить. То есть главного судью приглашаем обычно, да, а так судьями обходим. Вот результаты этого этапа, именно показанные спортсменами, они вот какое значение для них имеют? Они как-то учитываются для там, в частных финале или как-то еще там вот? Ну, для любителей это, прежде всего, он победил себя, преодолел дистанцию. В дальнейшем, да, результаты он только для себя может использовать. Никаким образом они... Хотя существует там статистика российских стартов, где всем участникам присваиваются некие баллы за преодоление той или иной дистанции. В конце какие-то там призы разыгрывают. Рейтинг, да. Рейтинг триатра в России. И кто-то что-то в конечном итоге может получить и какие-то льготы на те или иные старты. Вот. Для элитных спортсменов это просто кубковые очки, не более того. Эти очки все равно они получают, да? Да, да, да. А вот этот путь от спортсмена-любителя, триатлониста до профессионала, он насколько сложен? Ну, это с детства нужно заниматься каким-то из этих трех видов, чтобы попасть. Либо плавание, либо бег, либо велосипед. Перспективный, наверное, бег все-таки. Нет, чаще из плавания. Из плавания? Да. Я бы тоже так подумал, что плавание, потому что, по-моему, самый такой трудоемкий. Там полтора километра. Нет, если вы не выплываете в первых рядах, то вам сложно потом одному догнать на велосипеде. Понятно. То есть, все-таки важен старт мощный какой. Да. Призы конкретно какие будут вручаться победителям? Что предусматривается? Призовой фонд предусмотрен компанией «Айронстар». В прошлом году разыгрывали спецпризы от них. Ну, естественно, медали, призы, футболки и прочее, прочее. Это все будет. Каждый финишер, да, он получает футболку финишера. Кто-то медаль финишер добрался, футболку заработал. Да, футболку финишера и медаль. Медаль. Медаль все-таки есть еще. Да, медаль обязательно. То есть, на всех стартах и «Свифтман», и «Айронстар» мы всегда дарим каждому участнику, кто пересек финишную ленточку медаль памятную. Ну, у нас еще участники номера сохраняют. Поэтому тут есть разные варианты. Ну, плюс, конечно, призы будут от организаторов. Я помню, в прошлом году наши коллеги участвовали, собственно, в этом мероприятии. Там тройка была целая замечательных наших девушек-спортсменок. В этом-то году будет что-то подобное? Ну, эстапетные команды будут. Эстапетные команды будут. Точно так же будут. Кто уже заявил? Несколько команд уже заявил. Пять команд уже заявилось. Ну, ожидаем команд, наверное, десять. На самом деле, это очень интересная тема для корпоративных. Каких-то участников. Давайте пояснение. Один плывет, другой на велосипеде. Это подразумевает. Один плывет, второй едет и бежит. То есть, в таком духе. То есть, можно двое участников могут принять. Три в одном, скажем так. Или наоборот, один в трех. Не знаю. Три в одном, да. Три человека. Но это опять же такая показательная соревнования с самим собой. Это никуда не идет в зачет этим, да? Нет. Нет, это да. То есть, между командами свой зачет. И они получают, собственно... Такой внутренний промежно-профильный. Есть личный зачет среди мужчин, среди женщин, среди возрастных категорий. Есть командный зачет среди эстафетных команд. Ну и призы, да, соответственно, эстафетным командам тоже. Но это интересно побороться, допустим. Вот в Сочи часто бывает, средства массовой информации между собой соревнуются. То есть, там 15 газет или телерадиокомпании не собираются. Или банки тоже самое. Там порядка 10 команд выставляют разные банки и смотрят. В принципе, на самом деле, хорошая корпоративная такая штука. Да, то есть, не нужно ничего где-то организовать. Да, все уже есть, кто-то взяли, вписались и устроили. Да, и между собой устроили такое интересное соревнование. На самом деле, вот мы сами участвовали в прошлом году в эстафете в Казани. Ну, для того, чтобы понять, что это такое, как это, в чем драйв. На самом деле, очень классная тема. То есть, я убежал Андрея. Совершенно другие ощущения. А вы оба участвовали? Да, мы в команде участвовали. А кто, какой этап? Я бежал, Андрей ехал, Павел на спул. Вот, мы даже... Хорошо звучит. Мы даже умудрились, да, там, побороться с профессионалами за какие-то такие свои баллы, очки, места, время. Удалось? Ну, практически, да. Практически, да, это как? Ну, где-то мы пятыми, наверное, пришли. А, ну, то есть, все-таки, как-то. Ну, из там 20 команд или сходу. Ну, в общем-то, неплохо, да. Как ваше взаимодействие на уровне администрации городской, областного правительства вас поддерживают? Да, мы не первый год проводим. И, в принципе, формат, он известен. Взаимодействуем достаточно четко. Сложности в организации нет, да? Сложности в организации, конечно, есть, да, потому что очень непростое мероприятие. Организовать достаточно сложно, но администрация нас понимает, поддерживает. Нужно и общественное мнение нам учитывать при проведении этого старта. Поэтому стараемся все-все-все вот эти грани как-то так выровнять и учесть все точки зрения. Ну, вот так, в общем и целом, мы осветили, да, данное мероприятие. Этап Кубка России по триатлону. Еще раз напомним, ближайшая суббота, 15 июля, старт ровно в полдень в Стрижах, собственно, на карьерах. И примерно уже, ну, в половине второго уже, да, будут спортсмены уже на театральной площади. Будут появляться лидеры на театральной площади. И затем уже беговой этап. Еще раз напомним, автомобилисты, будьте внимательны, заранее продумайте маршрут. С 12 приблизительно, да, вы сказали, Андрей? До трех. До трех. Будет Победиловский трак все-таки перекрыт. Ну, и те улицы, по которым спортсмены здесь проследуют в нашем городе. Впереди у нас еще один старт, он будет чуть попозже, и о нем мы поговорим после небольшой рекламы. Продолжаем беседу с нашими гостями. Это Андрей Рудин, исполнительный директор Федерации Триатлона Кировской области, и Юрий Корченкин, вице-президент данной федерации. Нам нужно еще поговорить еще об одном старте, который состоится 3 сентября, да? Да. 3 сентября, это Вятские холмы. Но все-таки я бы вот перед этим хотел еще поинтересоваться тем чемпионатом и первенством России по кросс-триатлону, которое в конце июня в Верхошижеме-то прошло. Это насколько важно? Ну, это чемпионат России, чемпионат и первенство России, да. Говорит омоза себе, да? То есть официальное соревнование, да? И первенство среди юниоров. Вы просто несколько слов уже сказали об этом, но вот хочется, чтобы немножко поподробнее. Мы уже второй год подряд проводили этот старт, и никому еще два года подряд не отдавали этот старт. У нас достаточно хорошая база Верхошижеме, лыжный клуб Шижма, и администрация Верхошижемского района нас поддерживают. Да, да, да. Даже из других стран туда тренироваться даже, лыжники ездят. Да, да, да. В Беларуси я приезжаю, в Беларуси. Вот в том месте, как раз, где проводится Верхошижемский лыжный марафон, да, там же мы проводим уже два, нет, три года подряд мы проводим кросс-триатлон, да. И два года из них это чемпионат России. Проплыть километр, велосипед 20 километров и 6 километров. И бежать. Да, да, да. Отличие от обычного триатлона, от того триатлона, который будет 15-го числа, в том, что это триатлон по пересеченной местности. Кросс-триатлон. Кросс-триатлон, да. Используются велосипеды, ну, горные велосипеды, маунтинбайки, и бег, соответственно, кросс по холмам, по лесам, по полям. То есть, как будто посложнее получается несколько. Посложнее, погрязней, да. Ну, и повеселее, соответственно, да. Там погодка-то была такая грязноватая. Нет, погода была хорошая, но так как дожди у нас не переставая, поэтому в лесу было достаточно грязно. Сабантуй отменили из-за того, что конные скачки невозможны. Сосновки Сабантуй прошел. А, да. Прошел, да. Вот, и мы тут вспоминали как раз вот сейчас между эфирами про нашествие, да, то есть, несмотря ни на такую погоду, там-то вообще страх божий был. Нет, ну, на самом деле, смарт-мены, кросс-триатлеты, они просто фанатеют от того, что трасса сложная. То есть, есть, где грязь, есть, что помесить, куда пробежать, где застрять. То есть, для них это просто... Чем сложнее, тем лучше. Кладись, когда вот такое вот, вот есть вот это все, они дикий восторг в глазах. У нас Павел Андреев, многократный чемпион мира по триатлону, ставил эту трассу. Красноярский край, да? Да, из Красноярского края. Вот, он уже третий год подряд чемпионат России по кросс-триатлону выигрывает. Вот, он нам помогал с установкой трассы. То есть, он все элементы, вот эти сложности, он туда добавит. То есть, он выбирал, да, вот посложнее участки, да? Так, нет-нет-нет, поедем через эту лужу. Не будем ее объезжать через это болото. Именно так, да, и было. Там, где дерево свалено, вот его надо обязательно перелезть. Ну, в общем, такой экстремал. Экстремал, да. Итак, Вятские холмы, 3 сентября 2017 года, город Киров. Что там будет у нас, да? Да, второй год подряд мы проводим полумарафон Вятские холмы. Формат любительского старта, самый крупный у нас в области. В прошлом году 1300 участников на старте. В этом году мы планируем значительно превысить это количество. Полумарафон это сколько? Полумарафон это 21 километр. То есть, половина от олимпийской дистанции. Половина от марафонской дистанции, да. Кроме полумарафона, у нас также будут забеги на 10 километров, на 3 километра. И забеги на 300 и на 600 метров для детей. Это для детей, я смотрю. Да, для детей. Так. Учащие, школьники и студенты у нас на 3 километра могут зарегистрироваться совершенно бесплатно. И принять участие в забеге. Ну вот я, собственно, уже открыл сайт, где можно зарегистрироваться. Расскажите об этом поподробнее, где. Регистрация необходима, да? Да, регистрация у нас либо на сайте вятскиехолмы.рф. Там ссылка, она перейдет вас на регистрацию российского национального бегового движения Russia Running. И там уже регистрация на Russia Running.com. Там регистрация на сам старт. То есть регистрация уже открыта? Регистрация уже открыта, да. То есть пора уже подумать об этом можно. Можно уже активно регистрироваться, да. Событие масштабное, поэтому мы второй год сотрудничаем с Russia Running и с национальным беговым движением в плане и хронометража, и в плане регистрации. Потому что это старт достаточно высококлассный, высокий уровень подготовки требуется большого количества участников, поэтому мы с ними и договорились обслуживать наши мероприятия совместно. Там всероссийская платформа, на которой, если посмотрите, то все крупные беговые события, которые сейчас в России существуют, они все на этой платформе базируются. Ну это ведь чисто беговое событие, да? Да, это именно бег. То есть как бы вот Федерация Триатлона, это не совсем по профилю получается, да? Ну у нас одна частичка Триатлона, это бег, поэтому... Ну понятно, да? Куда же без этого, да? У нас Федерация Легкой Атлетики тоже есть как-то вот. Она участвует, кстати? Она участвует, они проводят свои соревнования. Они свои проводят? То есть мы здесь ориентированы на любителей, то есть Федерация Легкой Атлетики, они проводят соревнования для спортсменов, тех, кто занимается легкой атлетикой, да? А мы для любителей, для тех, кто просто бегает в парке, да, кто хочет поучаствовать в забеге, посоревноваться с такими же, как они, людьми. Но что касается Вятских холмов, то есть не надо забывать, что там Амстердам на кону, да? Ну в прошлом году, да. Я помню прекрасно церемонию награждения на Театральной площади. Мы разыгрывали две путевки в Амстердам, для тех, кто бежал именно 21 километр, среди мужчин, среди женщин, да. Интересная история, пробежать здесь 21 километр, затем, чтобы поехать туда и там пробежать, сколько? Ну, ребята в итоге пробежали там 21 тоже. То есть мы им предлагали марафон, но они сослались на неподготовленность и в итоге пробежали 21 в Амстердаме, да. Ну, достойно пробежали? Да, очень хорошо пробежали. А вопрос такой в этом-то году. Будет Амстердам? Да, да, в этом году мы будем разыгрывать, но, честно говоря... Сколько квотов у нас есть? Так же пара, да. Да, двух человек, да. Но мы, честно говоря, еще не определились с тем марафоном, на который мы будем разыгрывать. То есть не обязательно Амстердам? Да, это может быть не Амстердам. А где еще это бывает? Нужно посмотреть календарь. То есть календарь вот этих осенних стартов, которые будут после нас, мы посмотрим. Потому что на Амстердам в прошлом году было достаточно сложно зарегистрироваться, и все слоты уже были раскуплены, и там через организаторов этого марафона нам пришлось там добывать непростую процедуру. То есть все хотели в Амстердам, сложно туда попасть. Там, напомните, там оплачивается регистрационный взнос, а спортсмен сам оплачивает дорогу? Нет, мы полностью оплачивали поездку. Хорошо, это все 3 сентября, вятские хламы. У нас остается буквально пара-тройка минут, и вот мне все-таки хотелось бы вас поспрашивать по деятельности Федерации Триатлона. Напомните, сколько она уже существует у нас? С 2014 года. С 2014 года. Ваши будни, суть вашей работы в чем заключается? Расскажите, пожалуйста. Ну, основная суть, наверное, рассказать. Это не только организация мероприятий. Ну, по большому счету. Или по большому счету организация, да, в основном. Да, по большому счету. А что за кадром-то что остается? Вот какой-то тренировочный процесс организации, скажем так, секций, кружков там. Сколько увлеченных уже триатлоном у нас в регионе? Ну, у нас пока нет секций или отделения при спортивной школе триатлона, поэтому у нас пока занимаются триатлоном только взрослые люди, да. Большей частью это спортсмены-любители, которые участвуют в любительских стартах, таких как вот Iron Star, да. Но также у нас есть несколько спортсменов, которые участвуют и в элитной категории, в частности по зимнему триатлону. Ребята у нас хорошо выступили в этом году двое человек, попали в десятку на чемпионате России, выполнили нормативы там мастеров спорта. Где зимний этап у нас проходили? Чемпионат России? Чемпионат России, да. В Ижевске? В Ижевске. А по зимнему этапу там как раскладка по видам спорта? Плавать, наверное, сложно. Место плавания лыжи. Лыжи. Там бег, велосипед, лыжи. Ну, велосипед, бег и лыжи, да? Нет, бег, велосипед, лыжи. Универсально. Да. Ну, наша основная задача, наверное, как федерация, это рассказать любителям о таком виде спорта, как триатлон. Чем больше любитель будет заниматься спортом, тем для нас... То есть информационная работа такая, да? Ну, не совсем, то есть не только информационная, то есть мы, пожалуйста, представляем площадку, где можно показать свои возможности, преодолеть себя какие-то... Получить ощущение успеха, что ты прошел какую-то дистанцию, да, и съездить еще в какие-то города, попробовать себя... Да, мы, по большому счету, вовлекаем людей в спорт, в спорт, да? То есть мы показываем, как это здорово, как это круто, как это престижно. А с молодым поколением как-то работаете, не знаю, ходите по секциям, спортшколам? Нет, пока с детьми мы пока не работаем. То есть у нас в планах развития федерации, да, открытие отделения триатлона в одной из спортивных школ. Здесь нужно и тренеров готовить, потому что тренеров по триатлону не так много квалифицированных. Спорт в России... Довольно молодой вид спорта все-таки. Ну, не совсем молодой, но... Ну, скажем, сравнивать там просто с легкой атлетикой, там, условно говоря, а то значительно моложе. Да, да, да. Ну, с 2000 года триатлон присутствует на Олимпийских играх. Вот. Так что молодой, можно сказать, 17 лет всего лишь мальчишке. А проблема с тренерами, она в чем тут заключается, основная? Отсутствие? Отсутствие нет. Тренеров по триатлону у нас, в принципе, нет. Нет. Только вот надо сказать, что... Три тренера. Готовие тренеров. Три тренера. Три тренера, да. Начала достаточно недавно. Вот в этом году они провели тестирование, обучение, и вот первая группа только вышла еще тренеров сертифицированных. Только вышла первая, первый выпуск. Да, да, да. В этом году, да? Да. Значит, все впереди. А на государственном уровне у нас как-то триатлон поддерживается? Ну, как и все... Деньги выделяются еще какие-то трифилы. Как и все олимпийские виды спорта, да. То есть в рамках, вот в общей массе этих олимпийских видов спорта. Олимпийские виды спорта всегда преимущественной поддержкой пользуются, в отличие от неолимпийских, потому что вопрос престижа. Его уже можно называть массовым видом спорта? Ну, все больше и больше. Да? Если на старты, на большие старты в России выходит уже более тысячи человек. То есть вот в Казани в прошлом году тысяча человек было на старты. То есть если на 2010-2011 году еще было 50-100 человек, в лучшем случае приходило на старты. Стартов было раз, два, три. Я обчелся, да. То есть сейчас их порядка 30 по России. Сейчас каждое выходное старт триатлонный в России есть, а то и по два. Ну что ж, а достается только пожелать, чтобы 15 июля у нас тоже там тысяча-то побежала, да? Поплыла, точнее, поплыла. Спасибо, спасибо за этот разговор. Андрей Рудин, исполнительный директор Федерации триатлона Кировской области и вице-президент Федерации Юрий Караченкин. Всего доброго. С дачи. Всего доброго. Сейчас у нас новости. Мы вернемся через 20 минут. Субтитры сделал DimaTorzok